Происхождение. Пять элементов человеческой цивилизации. Происхождение цивилизации. Как все началось? Существует пять элементов, положивших начало великой человеческой цивилизации. Дерево. Земля. Вода. Металл. И огонь. Мы проделаем долгий путь, чтобы найти истоки. Вторая серия. Земля. Пристанище жизни. Начало апреля. Время пробуждения жизни. Земля наконец-то прогревается. Это означает, что теперь почва может принять семена. Это маленькая деревушка Вената в Италии на юге Европы. Сегодня у нас очень увлекательная тема. Давайте посеем семена. У детей из местной школы сегодня весенний урок на открытом воздухе. Что нам для этого понадобится? Вода. Они узнают, что такое почва, как в нее попадают семена и рождают новую жизнь. Детям, пришедшим на занятия, эта тема очень интересна. В ходе урока они узнают о почве и семенах. Мне нравится возиться в земле. Ее можно по-разному использовать. Например, сажать растения. Что-нибудь выращивать. Из земли вырастают растения. А еще в ней обитают животные и насекомые. Земля дает нам еду. Почва благодатна по своей природе. Она питает жизнь, а не просто пачкает одежду. Ребятишки прикасаются к земле и узнают о ее значении, о ее ценности. К концу урока земля становится детям-другом. Они берут землю и лепят из нее шарики, внутри которых спрятаны семена. Затем они выбегают на поле и со всей силы бросают земляные шарики в надежде на рождение новой жизни. Почва настолько обыденна, что люди не видят в ней ничего особенного. однако, она никогда не перестает работать. Из нее, через корни, семена получают все необходимые питательные вещества. Это позволяет им прорастать на поверхность. На земле существует 270 тысяч видов растений. Но именно почва позволяет им расти. Земля дает нам пищу. И когда наш земной путь окончен, мы тоже возвращаемся в землю. Такова жизнь. История человечества – это история взаимодействия между человеком и почвой. Красные земли близ города Куньмин в провинции Юньнань, Китай. Это высокогорье, расположенное в 2000 метрах над уровнем моря, изобилует красками. Эта красота также определяет жизненный путь. Это самая счастливая и самая тяжелая история отношений человека и почвы. Большинство местных живут в глинобитных домах. Семья Джан проживает здесь, на Красных землях, уже много поколений, возделывая такие культуры, как сладкий картофель, кукуруза и пшеница. В этом доме они прожили несколько десятилетий, но их образ жизни остается неизменным. Как во времена предков, их утро проходит в трудах. Каждое утро семья Джан делает это, прежде чем приступить к работе. Они ставят на алтарь, добытый с трудом урожай, как благодарность небесам и богам предков, которые подарили им его. Возле алтаря семья Джан думает о том, что дает им пищу и почему они должны проявлять искреннюю заботу о почве. Мы делаем подношение небесам и земле, а также нашим предкам. Надеемся, что каждый год будем собирать богатый урожай, и на протяжении трех поколений будет благоприятная погода, чтобы посевы взошли. Они ведут образ жизни, в основе которого лежит благодарность предкам, любовь к детям и вера в землю, дающую пропитание. Итак, они покидают дом, в котором когда-то жили их предки, едут дорогой, по которой когда-то ходили их предки, и направляются к полям, где их предки когда-то работали. Я прожил на этой земле всю свою жизнь. Здесь я родился и стал земледельцем. Меня вырастили родители, а когда мне было 20, я женился. И с тех пор мы с женой вместе возделываем землю. Для меня земля значит многое, и это поле для меня особое. Пока мы сажаем семена в эту землю, она заботится о нас. Конечно, мы всегда должны быть благодарны, признательны этим полям. Они для нас все. Эти поля и есть наша жизнь. Возделывать поля в горах – сложная задача, поскольку склоны в этих местах крутые. Однако местные жители доверяют своей земле и каждый год сажают семена, уповая на дожди и солнце. Это простые сельские жители, но они знают много о земле, небе, ветре и дожде. Ведь земледельцам приходится использовать силы природы. Мы следим за ветром и погодой. Так мы узнаем, когда пора сеять, какое время будет самое благоприятное для посева. Мы вспахиваем землю, сажаем в нее семена и надеемся, что они взойдут и дадут урожай. Земледельцы не винят почву, если урожай не удался. Они верят в честность земли. Ведь земля понимает желания крестьян и дает то, что они заслужили. Так на земле из поколения в поколение пишется история жизни. Однако в этой истории играют роль не только земледельцы. Есть и другие силы, которые помогают им возделывать землю. Плуг в упряжи. Однако скот не сразу стали использовать для пахоты. Изначально плуг тянули сильные молодые мужчины. А когда плуга не было, использовали ручной разрыхлитель. А до появления ручного разрыхлителя землю обрабатывали мотыгой. Национальный музей Кореи в Йонсангу, Сеул. Здесь хранится все об истории Кореи. Но есть особо оберегаемая реликвия. В ней таится секрет происхождения сельского хозяйства в Корее. Бронзовая земледельческая скрижаль была найдена близ города Дэчона. Судя по всему, она была изготовлена людьми, жившими в V-IV веках до н.э. На пластине изображены стадии процесса земледелия. Мы зовем ее бронзовой земледельческой скрижалью. На бронзовой пластине выгравированы загадочные изображения. В правом верхнем углу изображен крестьянин, возделывавший землю 2500 лет назад. И еще один крестьянин, работающий мотыгой. А в левом верхнем углу человек собирает урожай в глиняный горшок. Это бронзовая пластина, своеобразная временная капсула с информацией о древнем процессе земледелия на протяжении всех четырех времен года. Дэй Пьен Кри, близ города Чинчжу. Считается, что это место существовало во времена создания пластины. В пятом-четвертом веках до нашей эры здесь были плодородные земледельческие угодья. Именно так. 2500 лет назад эта земля давала щедрые урожаи пшеницы, проса и риса. Изображения с бронзовой пластины выражали надежды на обильный урожай. Мы видим человека, возделывающего землю, а на голове у него два длинных пера. С обратной стороны птицы, сидящие на ветке. Возможно, они выражали свои желания богатого урожая именно через птиц, поскольку те считались посредниками между небом и землей. Хомо Сапиенс, предок современного человека, появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Хомо Сапиенс добывали пропитание исключительно охотой. Это было очень опасно. Порой на охоте им улыбалась удача, а если нет, они умирали от голода. Поэтому считается, что 70 тысяч лет назад выжили только 2000 хомо Сапиенс. Но 10 тысяч лет назад выжившая популяция начала расти. То были земледельцы, а не охотники. Таким образом, рост населения стал возможен благодаря сельскому хозяйству. Почва помогла выжить людям, которые раньше рыскали по земле в поисках пропитания. Музей земледелия в Пекине, Китай. Здесь представлены орудия труда земледельцев со всего Китая. От деревянной молотилки до веялки с ручками. Также можно увидеть затейливую сейлку. Но одно устройство выглядит знакомо. Это плуг. Могли ли люди возделать столько земли без плуга? Появление плуга символизирует начало земледельческого образа жизни. В Китае впервые начали использовать плуг в период весен и осеней. Железный плуг был найден в городском уезде Хоума в провинции Шан-Си. Большое количество найденных плугов принадлежит периоду сражающихся царств. Тысячи плугов, найденных на данный момент, относятся к эпохе Чинхан. Сегодня этот плуг кажется нам простым. Однако людям, перешедшим к земледелию, потребовалось 7 тысяч лет, чтобы изобрести это орудие. Несмотря на то, что железо тогда было в цене, древние китайцы смело использовали его для создания лемеха, а сверху снабдили плуг с загнутым крылом отвала. В чем же секрет конструкции плуга? Когда животное тянет плуг, ручка позволяет держать его ровно. Лемех врезается в землю и поднимает ее, а крыло отвала позволяет переворачивать поднятый пласт земли в одну сторону. Регулирующий механизм помогает контролировать глубину вспашки без дополнительных усилий. Итак, создание плуга путем сочетания опыта и научных изысканий, а также использование тяглого скота позволило повысить продуктивность пахотных работ. Попытки использования животных в процессе земледелия закончились изобретением плуга. Самая трудная задача при вспашке – это оборот пласта. Когда в земледелии начали использовать скот, люди освободились от тяжелой работы, в результате чего урожаи стали обильнее. И все благодаря плугу. Люди начали приручать диких животных. Теперь и без охоты у них было достаточно мяса и одежды, чтобы пережить холода. Животные давали людям мясо и молоко. Время шло, и человечество находило новое применение домашнему скоту. Таким применением стал плуг в упряжи. Основная задача пахоты – это переворачивать пласт почвы, чтобы посевы хорошо росли. Сочетание лемеха и крыла отвала сыграло важную роль. Когда в конце периода сражающихся царств начали использовать плуг с крылом отвала, повысилось качество и количество урожая. Люди смогли расширить территории посевов. В ряду других факторов это помогло улучшить качество почвы. Поэтому плуг – значительный вклад в земледелие. В древних культурах земледелие было основой развития экономики, военного дела, городов и так далее. оно было катализатором развития китайского общества того времени. Плуг, оснащенный крылом отвала, изменил мир. Пустоши были распаханы, в землю пускал корни новый сильный урожай. Таким образом стали появляться излишки. Улицы переполнились людьми. Многим из них не приходилось работать на земле, чтобы прокормиться. Люди покидали сельскую местность и, собираясь вместе, образовывали процветающие города. Скромное изобретение плуга подтолкнуло к созданию империи. Город Сиань, древняя столица, обеспечил династиям Хань, Тан и Сун благоденствие в дни их расцвета. Здесь находилась начальная и конечная точка Великого Шелкового Пути. Это был многонациональный город с товарами, приходящими с запада. В IX веке население Сианя достигало почти миллиона человек. Для сравнения, в то же время в Лондоне Англия проживала 12 тысяч, в Париже Франция 25 тысяч, а в Риме Италия 50 тысяч человек. Это был огромный город. Время Италии хуже население Рима и других европейских городов оказалось таким маленьким по сравнению с китайским Сианем и его миллионам жителей. Я думаю, что земледелие в Китае прозвитало настолько, чтобы обеспечить города даже с большим населением. Это позволило появиться настолько крупным городам, каких в Европе и в Памине не было. Разумеется, существовало много факторов, позволивших китайскому обществу поднять сельское хозяйство на такой уровень. Но если сравнивать Китай и Европу, я сказал бы, что железный отвальный плуг стал решающим отличием, позволившим появиться городам с миллионным населением вроде Сианя в эпоху династии Танн. На побережье Средиземного моря, включая Египет, плуг использовали уже почти 5 тысяч лет назад. Фреска, найденная в гробнице в Менне, Египет, изображает богатый урожай. А фреска, написанная около 1200 года до нашей эры, изображает буйвола, тянущего плуг. земли Нила изобиловали. Ежегодные разливы насыщали почву органикой и делали ее плодородной. После вспашки поля засеивали и всходил урожай. Но на плуге, что использовали египтяне, не было крыла отвала. Это простой плуг, который называется рало. Он лишь разрыхляет землю перед посевом семян. Все началось за пределами Европы, на Ближнем Востоке, в Египте. В этом регионе изобрели разрыхляющий плуг, или рало, вероятно, за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Как понятно по названию, плуг такого типа лишь разрыхляет поверхность земли. Он не переворачивает пласт, поэтому идеально подходит для сухого климата. Изображение застренного плуга найдено на фреске в царской гробнице в Египте. Даже на изображении плуга, найденного в Афинах в Греции нет крыла отвала. То же касается и римского плуга. однако в средневековой Европе плуг кардинально изменился. Наконец появилось крыло отвала. С конца периода сражающихся царств в Китае использовался плуг, переворачивающий пласты почвы. Он называется отвальным плугом. В Европе он появился только в 10 веке и ознаменовал революцию в сельском хозяйстве. Плуг, способный переворачивать пласт земли, появился в Китае и Европе с разницей в полторы тысячи лет. В немецком сельскохозяйственном музее в Хофенхайме собрана коллекция средневековых европейских плугов. Здесь множество плугов, которые уже канули в лету, но сыграли свою роль в истории земледелия в Европе. В экспозиции музея можно найти старинный плуг с крылом отвала. Но в отличие от китайского собрата, у него плоское крыло отвала, сделанное из дерева. Первый европейский отвальный плуг оснащен колесами, что делает его настолько тяжелым, что его приходилось тянуть нескольким лошадям. он просто рыл землю. Им нельзя было сделать красивые ровные борозды, переворачивая пласты земли, что помогло бы всем питательным веществам, что есть в почве, оказаться на поверхности, что улучшило бы ее дренаж. Это очень примитивный и неэффективный инструмент. Однако в скором будущем деревянный плуг ждут большие перемены. Их родоначальником в 30-х годах 18-го века был фермер из Роттерхэма, Англия. Он избавился от устаревшего решения и заменил его на железное загнутое крыло отвала. Изделие получило название «Роттерхэмский плуг». Основными преимуществами Роттерхэмского плуга было то, что он был гораздо более эффективным и быстрым в производстве, поэтому больше людей могли его позволить. Крыло отвала, выполненное из стали или железа, делало его более долговечным, прочным и, опять же, более эффективным. Он лучше переворачивает пласты благодаря загнутому крылу отвала, так плодородная почва лучше принимает семена. Качество почвы улучшается. После изобретения Роттерхэмского плуга на каждый плуг стали устанавливать железное крыло отвала. Плуг стал легче, модель стала стандартной, что помогало легко менять запчасти и стандартизировать производство. Был ли этот острый отвальный плуг чисто английским изобретением? Мы знаем, что китайский отвальный плуг был привезен в Европу. Его завезли в Нидерланды голландские мореплаватели. Нам также известно, что они модернизировали его и создали голландский плуг именно эта модель прослужила основой для создания Роттерхемского плуга в Британии, ставшего первым отвальным плугом с загнутым крылом в Британии. Появление отвального плуга стало важной вехой, она ознаменовала наступление новой эры сельского хозяйства в Европе. мистер мистер Эллиот выиграл ежегодный чемпионат Великобритании по пахоте. Он использует отвальный плуг с двумя колесами разных размеров. В него впрягают двух или четырех лошадей. Большое колесо расположено с глубокой стороны борозды для равновесия, а крыло отвала позволяет переворачивать пласт земли с одной стороны. Это позволило европейским земледельцам обрабатывать сырую почву. Земля в Средиземноморье весьма засушливая, поэтому они использовали раало, разрыхляющий плуг, который, как понятно по названию, просто рыхлит землю и больше ничего. Проблема в том, что на северо-западе Европы почва тяжелая и пропитана водой. Раало здесь неэффективно. Так был придуман средневековый плуг, который, как я говорил, был очень неудобным инструментом с колесами и все такое, но это было важной предпосылкой к смещению центра экономического развития и лидерства в регионе. Он переместился из Южной Европы и Средиземноморья в северо-западную ее часть, фактически в Британию. И плуг сыграл в этом важную роль. во влажной почве корни легко гнили. Однако Ротерхемский плуг решал эту проблему, делая борозды. Они позволяют почве дышать. Получив дренаж, мертвые земли начали оживать. пустоши стали плодородными полями. Для земледельцев лошади стали незаменимыми. Лошадь легче контролировать. Один человек может пахать на двух или даже четырех лошадях. Если впрячь корову, нужно еще один человек, чтобы вел и направлял ее, в то время как другой будет пахать. Связь между человеком и лошадью крепче. Корове же все равно. Не думаю, что с ней возможна такая же связь. Корова идет медленнее, там, где лошадь справится быстрее, даже по дороге к полю. Но люди захотели кое-что помощнее лошадей. Так появился паровой двигатель. Мощь парового двигателя несравнима с силой лошади. Все, что нужно делать, сидеть и крутить руль. Машина также оснащена несколькими лемехами, что позволяет вспахивать больше за то же время. Изобретение парового двигателя сыграло роль и в сельском хозяйстве. На лошади можно обработать треть гектара за день, а с паровым двигателем 10-12 гектаров. Эффективность выше примерно в 30 раз. Из-за этого многие фермеры остались без работы и подались на промышленные объекты. Промышленная революция стала возможной, потому что в сельской местности из-за новых технологий очень многие остались без работы. Эпоха, когда машины делают то, что раньше делали люди. техническая мощь помогала возделывать больше земли и позволила европейцам собирать с нее достаточно пшеницы. В Европе мало солнечного света, поскольку она находится на более высоких широтах, нежели Азия. Поэтому европейцам пришлось выбирать культуру, хорошо произрастающую в таких условиях. Это пшеница. она универсальная. Из нее можно смолоть муку и придать ей любую форму и вкус. муку муку месит с водой и делают хлеб, спагетти или пиццу в зависимости от предпочтений повара. Это продукт со множеством лиц. Стол, изобилующий разнообразием. Знают ли люди, сколько нашим предкам приходилось гадать, будет ли у них на столе еда, и через сколько испытаний и ошибок им пришлось пройти, и сколько понадобилось технических решений и щедрости самой земли. Если европейцы выбрали своей пищей пшеницу, то азиатам хватало солнца и они выбрали рис. Террасовые рисовые поля в Хонг-Супи создали 60 тысяч человек из 17 племен, которые пришли сюда когда-то давно. Здесь люди, как жители Красных земель в Китае, ведут такой же образ жизни, как и сотни лет назад. Они все еще срезают рис серпами, простым орудием. Это тяжелая работа. Но урожай риса бесценный дар земли. Его собирают вместе и отбивают о деревянную доску. почвы. Возможно, это неизменная жизнь от поколения к поколению – результат изобилия здешней почвы. Эта земля дает нам все. Она наша кровь. Наши предки выращивали здесь рис больше тысячи лет. Эта земля и рис важны для нас. террасовые поля – средоточие жизни. Они уже долгое время кормят нас рисом. Земли, что на протяжении поколений возделывали их предки, дают рис семьям, которые живут здесь сейчас. Поэтому для местных жителей рис не просто еда. Они верят, что это символ благодати от предков и заботы от земли. Земля досталась нам от предков. Мы сеем и выращиваем здесь рис. Эта земля очень важна для нашей семьи. Мы всегда ей благодарны. Некоторые утверждают, что именно выращивание риса объясняет большую численность населения в Азии, чем в Европе, ведь он дает более обильный урожай. С одинаковой площади можно собрать урожай в три или четыре раза больше. Эти плодородные земли позволили жителям Азии создать культуру, объединяющую семьи и деревни. А что в Корее? на осенних полях близ города Кимдже золотится рис. Корея производит около четырех миллионов тонн риса. Большая часть урожая обеспечивается машинным, а не ручным трудом. опыт наших предков за несколько тысячелетий сборки, обмолота и просева создал машины, которые делают за нас всю работу. зерно обрабатывается даже ни разу не коснувшись земли. Поскольку мы живем в одной из самых процветающих эпох в истории, мы удалились от земли. Никто из нас не думает о земле, когда мы видим обилие овощей на прилавках. Гигиена и чистота ценятся превыше всего. Сейчас люди считают, что с пищей нужно смывать всю землю, чтобы она была безопасной. Знают ли они, что именно почва, покрывающая землю, вскормила и вырастила современную цивилизацию? с приходом весны фермеры снова в трудах. Говорят, что земледельцы основа этого мира. фермерам фермерам нужно верить в небо и землю, а также следовать естественному ходу вещей в природе. ни одну культуру нельзя посадить или вырастить без земли. Мы сажаем семена в землю и ее плодами мы питаемся. Земля очень ценная. Это великое сокровище. пока я жив, земля моя жизнь. Дружба земли и человека стара как мир. Из этой дружбы родилась человеческая цивилизация. Почва основа нашей жизни и культуры. Это сосуд, вмещающий наши мечты и воспоминания. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.